Бесплатный Wi-Fi, зарядка для телефона и безналичная оплата проезда. По Махачкале с нового года курсируют 47 новых современных автобусов. И все эти функции доступны их пассажирам. Отправляется транспорт с интервалом в 16 минут по основным магистралям дагестанской столицы. Марат Чурюмов в этом убедился. Новые, современные и комфортабельные. Теперь именно такие автобусы курсируют по магистралям Махачкалы. Запустили их всего как месяц, но они уже полюбились жителям столицы. Руслан Мизер-Керимов ежедневно добирается до колледжа на новом транспорте. Еще совсем недавно студенту приходилось вызывать такси. Теперь в этом нет необходимости. К тому же парень уже успел опробовать все новые маршруты. Также 44, 65 и 64 маршруты тоже очень комфортные. И достаточно быстро добираются до остановок. То есть долго не приходится ждать. Потому что автобусов стало гораздо больше. Автобусы в народе уже прозвали Меликовскими. В салоне 31 посадочное место, а общая вместительность более 90 человек. Автобус удобен и для маломобильных граждан. Транспорт оснащен системой книлинга. Кузов наклоняется в правую сторону для удобной посадки пассажира. А для комфортного заезда инвалидной коляски здесь предусмотрен специальный трап. Удовольствие от поездки получают не только пассажиры, но и водители. Очень мягкие автобусы и очень хорошие автобусы. Я ничего скажу. И мы едем вовремя. Вовремя едем. Никаких жалоб нет у пассажиров. Пассажиры наоборот рады, что эти пригнали сюда, где-то автобусы. Спасибо правительству. Салон нового автобуса заполнен цифровым оборудованием. Есть возможность оплатить поездку картой, подзарядить гаджеты, а также подключиться к сети Wi-Fi. Всё это в разы упрощает поездку и делает её увлекательней. На этом список цифровых приборов не заканчивается. В транспорте установлены датчики задымления и повышения температуры. 8 камер, 5 в салоне, ещё 3 снаружи. Ещё одна важная техническая изюминка этих автобусов, которую особенно оценили жители – наличие навигационной системы. Она покажет, где находится транспорт и поможет спонировать время. Предусмотрено также, это дополнительно, не по контакту, а по обязательствам, информирование населения, чтобы они видели онлайн-режимы движения автобусов. По 65 маршруту это уже внедрено. Вы можете их увидеть в платформе «Два ГИС» по 44-му, а и 64-му в ближайшее время будет внедрено на платформе «Яндекс». 47 новых автобусов приобрели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Транспорт уже разгрузил центральные проспекты города. В выходные дни, 10 дней начала года данным транспортом воспользовалось свыше 100 тысяч человек. Ежедневно, сегодня, по нашим подсчётам и по информации перевозчиков, данный транспорт переводит свыше 25 тысяч пассажиров по трём маршрутам. Автобусы охватывают основные магистрали столицы. Это автобокзал «Северный», проспект Петра I, ЦУМ, посёлок Ленинкент и Южный пост ГИБДД. В час пик машины движутся с интервалом 10 минут, а в менее загруженный трафик – 16. Марат Черюмов, Саид Кутиев, Рамазан Амаров. Время новостей.